Как китайцы обманули весь мир с вирусом? Как передает факт Ксебр, КНР использовала интересную экономическую тактику, обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 миллиардов долларов. Плюс вернула около 30% акций собственных монополий. Си Цзиньпин одурачил и ЕС, и Америку, и как красиво. На глазах у всего мира разыграл все, как по нотам. Раньше часть акций технологических компаний принадлежала зарубежным инвесторам, американцам и европейцам. Это значит, что почти половина доходов от тяжелой и химической промышленности уходила не в казну Китая, а на счета финансовых акул Европы. В связи с ситуацией в Ухане, юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня. Даже появлялись слухи о том, что у Китая просто нет масок на борьбу с коронавирусом. Эти слухи и заявления Си Цзиньпина, что он готов и будет защищать население Ухани, привело к большому падению цены на акции технологических компаний Китая. И финансовые аулы стали выставлять акции на продажу, пока они совсем не обесценились. Си Цзиньпин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-конференциях. А когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев. Пока эти финансовые акулы поняли, что их обвели вокруг пальца, было уже поздно. Акции были в руках КНР. Мало того, что Китай за эти дни заработала более 20 миллиардов долларов, так она еще и вернул акции своих компаний в Китай. Теперь доход от техники и химии не будет уходить за границу, а будет оставаться в Китае. Юань поднимается сам собой, и на его поддержку не нужно тратить золотовалютные запасы Китая, а финансовые акулы Европы остались с носом, их обвели вокруг пальца. У них в считанные минуты за копейки скупили акции, которые приносят миллиарды долларов, и оставили без доходов от техники и химии. Такой блестящей операции еще не было в истории фондового рынка.